Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я бы на самом деле поставил на 2-0, но учитывая сервера, может быть 2-1 Сомнений в том, что Evil Genius сильнее на данный момент у меня нету Поехали Мой любимый бастион доступен Ну что, ГЛХФ, к сожалению я не успел посмотреть по поводу сервера, ничего, да и в принципе не важно Лучше всего от этого абстрагироваться немножко, все равно так или иначе результат останется результатом Хоть все игры будут на Америке, все игры на Европе, тот кто выйдет дальше, тот выйдет дальше И никак иначе Смотрим, видим, что Вагомама и Синг пойдут на разные линии, ну скорее всего Синг соло топ, Вагомама с мини и GRX пойдут в триплу Селект, пойдет мид и вот его закуп, Супер Фаст Боттл Оли бы понравился Вчера только обсуждали с ней этот вопрос Ну чего стоит ждать от команд? Evil Genius безусловно интересная команда, отличная у них должна быть игра Но прежде всего стоит ждать каких-то необычных действий от QPAD Потому что это очень интересная такая команда Именно за счет своих нестандартных действий она и может выиграть Если они будут играть какой-то дефолт, у них ничего не получится Забанены два респа Так, ну и что, да, видим, герокоптер уходит Забанены два респа для инчи, но инча вы видите, как уже изначально спряталась и готова нападать Нет, в консоли, если я напишу пинка, не будет видно пинка, потому что это Дота ТВ Ну можно, кстати, попробовать Так, давайте быстренько попробуем и тут же в игру Ну да, не работает эта команда на Дота ТВ, понятное дело Ну в общем, если у кого-то есть информация, буду очень признателен Ну что, энчантер сразу забирают урсу Обратите внимание, не стал крепить эту точку мини Сразу идут и это будет попытка убить быстро Тем более есть дабл дэмэдж Сейчас можно очень неплохо джио подмять Но, да, дабл дэмэдж-то кончится, конечно И тем более джио, посмотрите, насколько осторожен Да, ставится вар, тут же пошло забегание Нету тринтов, к сожалению Ну и просто забирают вышку Возможно, быстрее, чем за 2 минуты заберут этот тавер Но я думаю, здесь должны, безусловно, помогать сейчас суппорт Хотя у них нет денег даже на ТП В таком случае будет немножко тяжеловато С другой стороны, тут урсу уводят Не совсем это правильно Сейчас, если уведут урсу Да, нашли гирокоптер, но обратите внимание, куда он уходит Клэп бьют гирокоптера А у гирокоптера еще и флэк взят Вот он на втором левеле берет рокет Бараша сразу 2 ТП Вагомамы сейчас будут накрывать Рубик Поднимает Отличная игра от Evil Genius Никс должен отстаниваться Поздно, немножечко стан, но Все равно очень-очень неплохо Пытается Вагомам отсюда улететь И в нафб его все-таки забирают Какая игра от Evil Genius Просто шикарно Больше нечего добавить Красавцы Красавцы Просто красавцы Так, они сейчас поймали В последний момент и сразу 2 синхронных ТП Причем, совершенно верно, первым летит Рубик Немножечко фир промедлил со станом, но Здорово Очень здорово Размяли крипат Ну и гирокоптеру там, конечно, было очень непросто Хорошо он тоже нашел маршрут В итоге вышка продержалась 2 минуты Что и требовалось доказать Более того, ФБ теперь на стороне Evil Genius Они-то и не сильно Посмотрите, весь лес забанили НЧ Она теперь в свой лес вернуться не может А она сейчас попробует вернуться в свой лес Но только 2 вот этих спауна сможет фармить Фантом Лансер против Джиггернаута фармит Бамбу играет на Джиггернауте Это новичок команды Evil Genius Но не новичок в доте Опытнейший игрок Раньше играл на саппортах, если я не ошибаюсь А может быть и на хардлайнах он был Нет, по-моему, все-таки больше на суппортах он играл И с Сингом они играли за Моу Спортс в одно время И вообще, я думаю, хорошо друг друга знают Но Стоят на одной линии, причем за достаточно похожих Но, во всяком случае, в начале героев Два таких парня Агильщики С мячом Обратите внимание, демон Перефармил селекта Причем достаточно неплохо Селект приносит себе стики, бутылку Четвертый левел Демон также четвертый Ну, в принципе, тоже у него по закупу неплохо Не стал он закупаться так, чтобы вообще там Магнуса попытаться изничтожить Третьего левела Никс Да, и сейчас Берн успеет Успеет Отвесить Берн Он сам сбил кларити И у профита заканчиваются тринты Очень хорошо себя чувствует здесь гирокоптер Ну, хоть и крипстат у него пока не важнецкий Но, тем не менее Он сильно от лансера не отстает Более того, Джаггернаут имеет хороший крипстат Ну, просто посмотрите Шторм, Джаггернаут и гирокоптер имеют вполне пока что неплохой крипстат А гирокоптер наверняка со временем только увеличит Мисклик, скорее всего Иначе не знаю, зачем фортификейшн юзанули Абсолютно был не нужен Ну, ждем, конечно, от лансера здесь Подвигов, прежде всего Но я думаю, что это... Этого ждать нам предстоит очень долго В свою очередь, демон сейчас получит шестой И должен уже уходить куда-то гангать Джарикс и Синг прессуют Джаггернаут Попадают даже станом Ну, Джаггернаута слишком много там Хилов еще осталось Есть хилен вард даже И плюсик на единичку он вкачал Сапог Короче, интересный такой Джаггер Убить его здесь тяжело будет Лишак должен попадать станом Прежде всего Ну, вот у Джарикса Это не так просто, в общем, тут до того, как... То есть, если нужно куда-то Out of range Скажем так, без вижена кидать Так Да, Оль должна присоединиться ко мне Как только возьмет трубку В общем Смайл сегодня с НС-ом отработали Пошли тренироваться Пошли работать дальше Ну, начались активные тренировки УВП Тем временем Фир уже четвертый И очень быстро растут ловела у суппортов Ну и что? Синга Находит настоящего Ставит центряк Очень жестко И Синг умрет Здорово Да, конечно, Evil Genius Исполняют все очень четко Вот именно Ничего пока что Такого сверхъестественного Но все очень четко Это Радует Я, как человек Поставивший на то, что они выиграют квалификацию Жду от них очень хорошей игры Ну, пока что я не разочарован Демон Смотрите, демон уже Попережает достаточно серьезно Магнуса на миде В принципе, гангать ему особо сейчас Нет необходимости Потому что и так всех забрали Кого только могли И суппорты уже подросли Уже 4-4 Лешрак всем временем Третий И НЧА почти четвертый Это очень плохо Еще и куча центряков были вынуждены купить Короче, ситуация у Evil Genius Шикарнейшая Ну и тут Рубик На самом деле очень опасен Бдиз Неужели опять Да, опять И опять на центряке Синг второй раз отваливается Сюда Прилетел Профит Пытается что-то сделать Здесь же Магнус Ну Бдиза убьют Но посмотрите как играет Бдиз Это просто одно удовольствие смотреть Уже понимал, что он умрет Специально побежал куда-то в такую сторону В лес Пока его убивали Ушел Фир Ушел Бомбоя То есть максимум из ситуации Все равно выжил Два раза убивают Лансера При этом еще изначально забрали ФБ Да очень все сильно Для Evil Genius Очень хорошо 38-31 Практически 3 героя имеют топовый Крепстат Но только Профит Тоже достаточно неплохо Надобивал Магнуса ловит Шторм Чуть-чуть Не хватает его убить Но Бамбук здесь уже не уйдет Да, пожалуй Переборщили с агрессией Омни Слэш Попытался Джиггернаут реализовать Но не было мана на Блэйд Фьюри Вот это минус Джиггернаута Конечно В том, что У него Сразу слышно Энесса Привет, ну Энесса прогнали Что-то у тебя как громко Пардон Не знаю Я убрала микрофон подальше Да, вот так вот лучше гораздо Это чтобы народ не скучал по Энессу Вот-вот Вернула я его Да, пошли тренировочки Ну а здесь Вагамам этим временем Выходит Мидас потихоньку Достаточно быстро у него все равно появится Ну хорошо, он подфармился И Несмотря на смерть вначале Быструю Много особо не потерял Чуть-чуть Ошиблись сейчас И Вилджиниус Но как ни крути У этой команды есть Вот такой вот Если мы говорили о том Что у Маузам Там не хватало где-то риска То этим ребятам Наоборот Иногда риск Бывает Избыточный У них Бьет конька Ооо И в итоге заберет руну Да Забавный момент Такое ощущение Что все-таки действительно Европа Потому что как-то Нескоординированно действовали Хочется ответить Фира Скажи мне пожалуйста Почему Почему Купандос До сих пор не снесли Нигде ни одной вышки Ну потому что Очень здорово играют Эвилджиниус Там Я не знаю Видел ли ты Начало игры Там просто отлично Они отыграли И могли потерять Эвилджиниус Верхнюю вышку И гирокоптер А в итоге ФБ на Вагомаме Забрали Эвилджиниус Очень красивый момент Хорошо вовремя С ТП шлились Буквально там Накопив на ТП Оба саппорта С нижней линии Наверх Ну и сейчас Очень хорошо Рубик уже пятый Никс сейчас Скоро получит шестой И это большая проблема Для команды Кьюпад Потому что С шестым Никсом Здесь очень непросто Будет воевать А у Лансера Все печально Его два раза убили И в общем-то Шестой левел Но Айтемов вообще нету Ну а тем более Если учесть Что там все-таки есть Совсем лейт И вертолет против Лансера То им вообще Нагопитарапят Я думаю Здесь Про совсем лейт Очень Рано говорить Потому что Здесь очень Хорошо начали Вилджиниус И вот пока что У них Проблема То есть Тут Либо сейчас Не проигрывать Либо все Так Ребят Напишите Как звук Мне чуть погромче Птише Потому что Я сам что-то Не ориентируюсь уже Ну вроде Со вчерашнего Ничего не меняли Бродит Что-то Лишь рак С козой Просто Туда-сюда Сходили на верхнюю Линию Потратили Ое Вагомама А там да Опять убили Ну причем Здесь я так понимаю Ну может быть И не соло Неплохо подстанил Бдиза Но Бдиз из-за Этой смерти Профита Который был уже Восьмого левела Почти шестой Никс уже шестой Летит Вендетте Убивать Магнуса И Магнуса Здесь ничего нет Сейчас просто Демон залетает На Магнуса Да идеально И станчик От Лишь рака Не попал Великолепно Просто Тут здесь Не Лишь рак Не попал Здесь Фира Отлично сыграл Все равно Наверное умрет Да Все таки умер Но Мог бы умереть Еще проще Вот очень Очень Все четко делают Такие вот Микро моменты Очень хорошая От Эвил Джинниус И опять же Разменяли Магнуса На Никса Абсолютно выгодный Размен Смотри Джекернаут Джекернаут Ой-ой-ой Как это повезло Неудачно здесь Ну и здесь Не то что не повезло Здесь он сам виноват Он просто очень долго Там стоял И выжидал Кого-нибудь И он выждал Таки эту козу Которая на него шла Но в этот момент Почему-то Его же не видели А Фуриона Понесло направо Потому что он Доформил Вот этот большой стак Да В общем здесь так С одной стороны повелось Поэтому и сзать то Ее в принципе Особо не стоило С другой стороны Не так много потерял Агрессия очень большая Зажали сейчас Кьюпад И этого Джекернаута Не убили Лансер вообще не знает Что ему делать Там носится Где-то пытается лес формить Опять же Джекернаут Рядом И скоро Шадоу Блэйд Не, не скоро еще Шадоу Блэйд Но будет Ужио Причем В данной игре Шадоу Блэйд На такой стадии Собранной Ну неплохо будет То есть Тут еще Есть время Вот смотри еще Фиррис Бдизм Ой хорошо Очень делают Заходят в смоке Нет Саппорты просто Играют пока что У Вилджиниус Шикарно Тут вот И ждать Вот И как раз летит Смотри еще раз И сейчас пропушит Вертолет Лайн Так Вообще все Вот как по учебнику То есть С начала игры Когда вертолет ушел В лес Саппорты прилетели Здесь тоже Идет их Чекает пенек Ой Смок сейчас Нет Сейчас есть Вендетта Кончился смок И его по ходу дела Увидели Пенек увидел Да-да Скорее всего Вон улетает Вагамама Да Пенек его спалил И Купандес В ответочку Смотри Да Здесь уже Бдизу Ой Что-то испугался Селект Селект Ты что Я боюсь Что он даже не испугался Скорее всего Он не увидел Рубика Просто Или увидел Но побоялся Что где-то Никс в инвизе К тому же Они Не видели Я так понимаю Шторма Или видели Что он куда-то ушел И боялись Что просто Ну Никс даст удар Стан Влетит шторм И все Магнус умрет И Вилджиниус Выходит в пуш И поменяют Скорее всего Первые вышки Ну вот есть Фортификейшн Что касается Кьюпад У них Фортификейшна нет И сейчас Ну что Будут дефить Да Судя по всему Будут Ну здесь уже Задефить не получится Здесь только заденает Профит врывается Можно в спину Заходить вот сейчас Ой Сейчас будет жестко Тут И Вилджиниус Просто свою Вот эту вот опять Доту Очень хитрую Могли зайти со спины Не было у Фира Вендетты Тем не менее Ставят вард Сбивают Поинт бустеру Бамбу И демон Собирает арчит Купил он уже Первую палку В себе Ох уж Эти арчит На шторме Первым артом Так себе Выбор конечно Ну хотя Если его доминация Можете позвольте Опять же Вот Нашли еще Сентряк Только После того Как Нюкс Первый раз Кого-то убил В миде Поставили Сентряк Куандес Да Ну вот Его тут сбили Все таки Но в принципе Это Фир Если бы в прошлый раз Была вендетта Он мог заползти Очень опасно С другой стороны Как бы он там Не заполз Его остановить Нечем По сути дела Нету ни одного Быстрого стана И он по-любому Успеет включить Карпейс Ну ждут Лотару на самом деле Походу делал На Джио Там Немножечко Ему совсем осталось Можно будет Можно будет Бежать Смотри И Ой Фурион Как удачно Улетел Прям на Чуечку Вроде бы не видел Или видел Тут в этом то и проблема Что видит Не видит Убивает Фир Не убивает Он настолько активно играет Что все время Кьюпад вынуждены Где-то сжаться И несмотря на то Что у них профит У них как бы Контроля карты нету Профит конечно фармит Но все остальные Очень сильно зажатые Вот как раз Да ты знаешь Профит тоже не особо фармит Он после своего мид Скупил себе сапог И болтов стрэндж И все У него больше ничего Ну То есть Снесут вышку на топе сейчас Ну туда вот Выдает Ой-ой Лешак Почему ты решил не станеть Никого Рубик что стащил волну Магнуса Это неплохо Да Хорошая Боже я думаю ракета гирокоптера летит Ну что за Как-то это она летит Медленно Без шипения И вообще почему-то на базу А это улитка Да забавненькая такая Такая конечно дота Вот на отборах этих То есть вроде бы ЕГЭ уже могут Могут идти И дальше драться Надежно Да Но они побаиваются Все-таки Даже несмотря на свою доминацию Вот опять Что-то там фурион разводит Вроде летит Вроде не летит Ну в общем так вот Поджались Даже не немного Сильно поджались Инча вообще получается у нас такая Несмотря на 1-0-2 Слабо реализованная Ну опять же Там к вопросу Почему Нужно было смотреть Начало игры Как там Вначале все получилось На верхней вышке И вынуждена Инча была Идти вниз Внизу И весь лес Почти забанили Ой беда Это неприятно Всегда Ну и Товаров Маус Пушили Инча все-таки Она очень активная В начале игры Причем Ну опять же Они выходили Пушить верхний Верхний лайн И убивать Гирокоптер У них не вышло Инча Пошла когда в лес Было забанено 2 спауна Видимо Эвилджиниус это поняли И забанили еще Третий Причем все Апсами И в итоге Инча там где-то Вообще Непонятно где Фармил Учитывая что Лансера тут же Начали убивать Он пошел в лес Ситуация Очень тяжелая Ну и Лансер смотри Яшу решил купить Первым артом Кстати Они не гифузал Просто показательный Крипстат На самом деле Сейчас 92 крипа Демон 92 крипа Джи Йо 68 67 67 Профит Джиггернаут И бамбу Ну по сути дела На треть Опережают Джи Йо И демон Своих Визави Грубо говоря И опять Вот этот Фир гоняет Тут вынуждает Всех Отступать Как только выйдут Кьюпад Они тут же умрут Ну кто-нибудь Попадется на этого Никса И опять будут бояться Вот пока что они боятся И правильно делают Лишрак пятого уровня Он вообще от козы не отходит И вместе с ними Селек бегает Ну то есть просто втроем Если Лансер и Фурион Понимают Что как бы им так Зажиматься Смысла нет Если и они начнут Совсем уж так сильно Зажиматься Что ну тут игра Ни к чему хорошему Не придет То эти втроем Вообще разойтись не могут Друг от друга Ну и наверное правильно делают Потому что дальше Расходиться Это только Думаю грамотное решение От Эвил Джиниусу Они поняли Что ничего не могут сделать Потому что Очень сильно боятся Их юпад И в данной ситуации Логичным самым решением Выглядит Пойти забрать Рошана На самом деле могут Они могут пойти В пятером И позабирать Оставшихся Четыре Аштавра То есть это Хорошие деньги После Аегиса Ну да Ну понимаешь Вот смотри Они сейчас пока затянули Вот из-за того Что долго что-то ходили Где-то пытались Кого-то заганнуть И сейчас только Забирают Рошана Фурион уже в этот момент Сейчас будет подходить К Т2 Тавру сверху А давать Фуриону Солота 2 Тавру Ну это такое Сомнительное удовольствие То есть нужно либо бежать Его там Дефать Пытаться убить Либо где-то Быстро нападать Ну да А по итогам Вообще вертолеты Смотри Мультипанк И интересная тоже ситуация Не отдали Рубика Фиру Как обычно поступают Он там Ну сплошные хайлайты Игры Фира на Рубике Да-да Но надо сказать Понятно почему Видимо Фир все-таки Напомню что Фир Игрок поопытнее Чем Видис Его взяли чуть попозже В команду И ну видимо Такой уверенности нету У этого Парня А вот Фир как раз Очень уверен И очень агрессивен И пока что Вот за свою агрессию Он платился только один раз И то разменявшись Там на Магнуса Причем не так что Сначала там его убили Потом забрали Магнуса А именно он влетел Убил И потом уже его В ответочку забрали То есть по сути дела Игра очень жесткая От Никса И формят они сейчас Чужой лес Формят свою там Верхнюю линию Часть своего леса Ну вот Синг-Синг Синг-Синг молодец С тем что он сейчас Уже один раз зафармил И убегает Его было видно Под Вардом Я как раз хотел сказать Будут ли делать что-то ЕГЭ Потому что вот Вард у них на армии стоит Они видели И ой Фурион Да как он это делает Как вот Фурион Смотри Ну прочувствовал Он прям как будто Шторма палит уже Повезло немного Вообще Очень грамотным решением Будет постановка Варда На свою легкую линию Сейчас Где-нибудь в районе Вот этой выхода На речке И вел Джинниус Чтобы лансер Как раз не мог В их лес забегать Да именно так Его нельзя туда пускать Иначе он будет На халяву фармить Просто там Пока ты будешь Пушить Пытаться В свой лес Кьюпад не пустить И сложнее И с другой стороны Это и получается И как правило Это нормально Ну то есть Когда ты пытаешься Поджимать Ты идешь все время В чужой лес Но вот Синг все равно Мудряется тут фармить Хотя пока что У него фарм Ну вот наплакал там Артов Он вообще занимает Пятое место Лидирует Шторм Гирокоптер Потом идет Вагомама Потом идет Все-таки Бомбоя Который На Джиггернауте Тоже отличный инициатор Сейчас еще Аганим купят Такая неплохая штука Для Джиггернаута Ну да Аганима еще Еще Да не так много Сейчас вот Ну да Вот как раз Кабарапа забирает Если Джиггер оставит Учитывая что Это 20 минута Ну Аганима у него появится Все равно быстро Шторм забирает вышку Снизу попытка подпушить Магнус все-таки Накопил на даггер Тоже немаловажный момент Шторма По сути дела Кроме Магнуса Цеплять вообще нечем Вообще нечем Что это такое? Я так понимаю Попросил кто-то паузу Поставить два раза Ты хурион Лола А такой бред посмотри Где фурион? Видишь? Ты понимаешь? Вагамама пытался Убить курицу И по итогам С этими паузами И анпаузами Сразу делает тп На самом деле Немножко бдис Сделал глупую вещь У всех лагало Я так понимаю Вместо того Чтобы там просто Поставить паузу И успокоиться Он начал спамить Из-за этого Получилась вот такая вот ситуация Ну тем не менее Да Действительно Не убил курьера Но я так понимаю Там судя по тому Что происходило И не убивал Вагамама курьера Не хватало ему дамага Он еще Купил себе Шадоу Блэйд И тем более Только сейчас Он Шадоу Блэйд купил Да Поэтому там Вряд ли Сработало бы Очень так же Важный момент От демона У Магнуса Появился дайгер У демона Есть арчит И демон Конечно Должен Этого Магнуса Да Ищет Ищет кого-то Демон просто Очень некрасиво Обе команды Игнорируют Инвиз Снизу У обоих Стоят ворды Там И все говорят Да пофигу В целом На этот инвиз Инча Формит Мекку И не так долго Осталось А у Синга Практически Диффуз Осталось Нафармить Рецепт Ну и На мой взгляд Evil Genius Недостаточно Активная Да Они что-то Вообще Засели То есть Вот они Если до этого Такие Прям нападатели Агрессоры То сейчас Они дают Формить Не но сами-то Они формят Все равно Больше Я так вот Смотрю на карту У них все время Где-то Дополнительные герои Очень далеко Смотри Вагомама Обнаглить решил С лотаром Да и тут Пошел Посмотрел Такая жесткая Конечно наглость А куда тебя Понесло О его Нет не запалил Его гирокоптер А вот снизу Еще Джаггернаут В кустах Да Джаггернаут Тут Попробуй спали Он тут Проедает Топориком ветки Есть уже 400 мы догоним А кстати Очень бы не хотелось Сейчас умирать Шторм наверху Ничего не боится У него Эггис Его там все равно Не поймать Ну очень зря Так отпускают Ну просто Лансер Формит Лайн Двое Формят Лансер Это другой разговор Что там Это просто Мода Ну такая Вот это В паблике Собирает Лотарарчи И я не удивлюсь Если у него Увидишь Так ты безусловно Кем купил фир И теперь вообще Ситуация Из такой сложной Превращается Для купат Вообще В какую-то чудовищную Потому что Они вообще Ничего не видят Теперь Они просто Слепые Как котята Сидят И даже не понимают Где находится Кто Ну сейчас уже Понимают Примерно Что на мид Все подошли Подтянулись Да Да Лансер Наверху Профит Также Наверху А Evil Genius Пушит Попытаются Они как-то Хотя Поменяться Нет Смотри Фурион Прилетает Ой Фурион Стревает Очень жестко Влетает Сомнислэша Забирает Одного Джиггернаут Идет дальше Стан Какой от фира Боже мой Фир Просто сейчас Зацарил И мини Должен умирать Нет Хилиться Жестко Достаточно Ну и Шторм Может Разменять Свои Эгис Да Кто бы мог Подумать Что сейчас Вот просто Одна драка И все И игра Вся будет Чуть ли не Предрешена Но по сути Дело Так удачно Напали И конечно Все сделал Здесь Вот этот Парень Который Каким-то Образом Умудрился Подстанить Там Двоих На их же Хай Граунде Фир Просто Из игры В игру Показывает Все Лучшее Лучшее Скилл Летит Куда-то Лишь Шрак Пытается Поставил Сентрюк Прочекать Обстр Ой-ой-ой Посмотри Как ему больно Да Гернаут Прям 200 Показывает Бутилки Хотя Могли Попытаться Замять В итоге Получилось Жесть Конечно Вот это На самом деле Не так Часто Последнее Время Мы не Видим Таких Атак В лоб Когда Долго Команды Стоят А потом Одна Нападает И Выигрывает Но Здесь Evil Genius Сделали Все Просто Очень Классно Мне кажется Кьюпад Не ожидали Такой Прытия И тут Сразу Герокоптер Практически БКБ Шторм Хотел Разменять Суаегис Зачем Вообще Фурион Летел Вниз Тем более Так Высовался Я не понимаю Они бы за это Время С Ленсером Забрали бы Благополучный Верхний Тавр И Если бы ЕГЭ Настолько Охамели бы Что поперлись На рампу То Купанда В таком случае Уже Там тоже Такой момент Ну влетает Шторм Но есть Магнус Который может Влететь Там И в РП Он в принципе Вдвоех Попадал Но получилось Так что Магнусу То ли Изначально Вот Сейчас Убьют Штормак Хорошо Очень хорошо Все сделали Молодцы При том Что у них Тут Вижена Не было Да Вот у Демона Как раз Вижен был Они в Смоках Что-то выходили Или просто Я не обратила Внимания Я видела Что он Вот с Блинка Запрыгнул Но в любом Случа Представляешь Он на чуйку Или по звукам Я Хм Ты его знает То есть Он запрыгнул И Тут же Отореагировал Да На самом деле Я вот так Смотрю на графике Там Что-то Конечно Уилл Джинниус Не совсем Получается Преимущество Просто какая-то Машина Чудовищная Да Все ровненько Вниз Все хорошо Лансер Не лансер Тут такой же Гирокоптер Что лансеру Нужно очень многое Чтобы с ним Что-то сделать Тут и Демон Эдж И 2000 сверху И Доминатор Такое Все по мелочи Опять же Не хочет БКБ Если этот дурак Не купит БКБ То все еще Может Сильно измениться Потому что Вот он После Лотара Купил только себе Демон Эдж И непонятно Сейчас Что Хватим БКБ Это будет Или может Все-таки Пожалуйста Купи БКБ Ну пожалуйста Просто Есть Достаточно Много Магического Домога У Купанда Не надо Забывать Что вертолет В Хильмке Очень герой На такой стадии игры Да Домога он делает Очень много Но если он попадает Вообще Если там Понимаешь Магнус Ну Хорошо запрыгнет То туда войдет Ну Очень крутой проказ Фурион и Если шрак Который полностью Раскостуется Ну и издалека Там Откинется Копьем Лансер Казаб Настрелить То есть В идеале Тут Магнус Может перевернуть Всю игру И Магнус Уже будет Абсолютно Бесполезен В том Когда панда И вертолет Купит Себе По БКБ Потому что Они вдвоем Убьют Там всю команду Но с БКБ С руки Там пока что У панда Сбить абсолютно Некому Ну тут Лансер уже нормально Бьет с руки С диффузом Ну да Но он Понимаешь Это милишник Это пока Добегу Пока Что-то Туда-сюда У лансера БКБ Как известно Не будет Там все-таки Ауел Эту вышку Скорее всего Отдают Кьюпад Потому что Здесь Дефить ее Невероятно Сложно Теперь он Да Занимается Своим Черным делом Поздно Он туда пошел Опять же Потому что Вижена Вот так Смотришь на карту И понимаешь Что настолько Тяжело Сейчас играть Кьюпад Они не видят Ничего Потому что Фир не умирает Фир и гем Он просто носится По всей карте Вот это Вард еще не заметили Но здесь В принципе Вард не так много И дает Вижена Все остальное По сути дела Поставлен где-то В углу С одной стороны С другой стороны На лайне Лес Кусок леса Видит хорошо Все таки Если лансер И фурион Хотят фармить Свой лес То это Не так плохо Вард в идеале Бы поставить Еще конечно Вот Ну дальше Туда Вглубь В лесу Не обязательно Даже на то Дефолтное место Можно просто Вот где-то там Над маленьким Спауном Но там конечно Сразу заметить С гемом Ну хотя нет Вот он один С гемом Можно было Попробовать Пробежать Поставить Это все таки Хороший буст К тому что Там Они Подфармливают Крепочков Которые там Еле-еле доходят До их базы Возможность Фармить Кому сейчас Отдадут Аегис Вообще Пока что То что нет БКБ Это не так уж Плохо Для Evil Genius Ну потому что Вот как это все Выглядит В их глазах И вообще Выглядит это так Что залетает Прежде всего Шторм Там с Никсом И с Джиггернаутом На гирокоптера Ну практически Ничего не останется Нету ни одного Героя Кьюпат Кроме Магнуса Который может Влететь куда-то Далеко Лишрак Профит Все будут Ну мало Обратите внимание Шторму отдали Аегис Да Это совершенно правильно Потому что Шторм будет Влетать Инициировать И там Реально До гирокоптера Еще попробуй Доберись Он вот так вот Собрал арты На урон У него нету БКБ Зато он там С руки Так наворачивает Что в принципе Одного залпа Вот этого Шести там Флэков Может быть Вообще достаточно Очень долго Соображали Купанцы Сейчас подошли Во вражеский лес Дабы спушить Верхний тавр Да они может быть Не то что Они не боялись Они не видели их Да Они боятся Именно Абсолютно правильно Боятся Здесь потому что Не ну тут Ты понимаешь Вот так если бояться Можно сидеть на базе Вот у них был выход Как раз таки Когда они поставили Вот этот вард На руну сверху И вот в этот момент Нужно было в наглую Заходить во вражеский лес Во первых Они бы кстати говоря Нашли бы там Одного Фира Ну понятно там Кто-то бы прилетел К нему на ТП А кто-то может быть И не прилетел бы Вот Джио например В данный момент Он без ТП Вот И нужно было там драться Нужно что-то делать В таких ситуациях А так они сидят у себя На своей половине Ну за счет лансера Пытаются вытащить Здесь все-таки Психология Очень важную роль играет То что Одно дело Если бы там просто Был вот такой пик И доминация Другое дело То что все время Этот Фир Где-то в начале игры Бегал И сейчас ему уже Много Он не просто Он там не убивает Потому что он пассивно Играет Он не убивает Потому что он запугал Так в команду вражескую Что никто из них Не высовывается Размен по вышкам Ну и сейчас Я не знаю Что нужно будет делать Кьюпад Чтобы отдефить Это у них Спама не так уж и много Здесь еще и Хиленвард И Гирокоптер стреляет А их еще и на базе Пока что нет Они подтягиваются У Лешака Есть ТП У Лансера тоже Побегали Опять Лансер Стоит Они какие-то Слоупочные И Вилджиниус Переключаются на мид Нужно Да Нужно Блэйд Фьюри Все правильно Делает Джиггернаут Пошла ульта От Гирокоптера Чтобы не напали Ульта Входит просто Жестко Ой-ой-ой Ты смотри Там вообще Выживет Но там конечно Очень больно ему было Выживет Отступит Ну что Пробили в итоге На треть вышку сверху И неплохо Похарасили вышку на миде Но как-то так себе Выход получился Ну и вот теперь Джи Йо уже Когда имеет Вот такие арты По сути дела Собирать ему нечего Урона достаточно Отхил есть Шадоу Блэйд есть Наверное Это будет БКБ Ну с другой стороны Не удивлюсь Увидев у него Сашу Яшу Но она здесь Не очень действительно Логична Она уже просто не нужна Он по сути дела Ни за кем не бегает Никого не догоняет Мобильность ему не нужна Ему нужно просто Висеть и стрелять Да Ему нужно зайти Встать на одном месте И нажать А в пол И опять же Вот этот вот Флаг Канон Это Такой скилл Очень неприятный То что ему даже Заходить не нужно Он может найти Какого-нибудь крипа И по нему Просто начать стрелять У Ланцера между делом Близит Стараска Ну как Маяч на горизонте Когда-нибудь Мой людь будет Ну у Диза появляется За наш мужской состав Походу уже дерутся Ну а чтобы потрениться Ага А вчера у нас там Немножко Ну так в шутку конечно Блэк и Демон Там когда я НС написал Что буду болеть Типа за ИСи Кап Блэк и Демон Такие Че Как так Предатель Фу Ну да Они очень много Играют прагов Сейчас он там Говорят Каипи ДД Причем Каипи Жалуются Что их опрокинули ДД А ДД жалуются Что их опрокинули Каипи И эти не могут Решить с кем играть А тут тем временем Атака Рубик с Даггером И сейчас он может Ну теперь Магнусу Вообще задачи Еще сильнее осложняются У него до сих пор Нету Таким образом Боже Что творит Демон Просто Просто разорвал И Джиггернаут Разорвал И в итоге На самом деле Даблкил делает Гирокоптер Который там Стреляя по бараку Флэком всех убил Ну конечно да О чем я и говорила Тут нечего делать Просто Купандас Дождались Когда ЕГЭ Собрали свои Не буду говорить что В кучку И решились таки Зайти Не ну Демон конечно Красавец Влетел Подтянул Улетел Там все станы А ты выйдил Влетел второй раз В итоге решак Рассыпался Пока там не знали Что делать Поймал момент Джиггернаут Боже Джиггернаут Уже дифуз Интересно Против кого он собрал Может быть против Госкипетров каких Но в любом случае Дифуз Аганим Для этого джиггернаута Который не является Там основным кэрри В данной команде Это овер арты А у этого парня Уже хекс собран Арчит Хекс ПТшка Все это на 33 минуте Да Кьюпат Конечно Причем я уверен Что с AC Cup Кьюпат Могут нормально Пободаться Но В первой игре Ничего Да я вообще Что-то мне кажется Что AC Cup Посильнее будут Ну они такие прям Ну кьюпат Да Аутсайдеры этой группы Это точно Ну уже Я думал что AC Cup Не очень хорошо выступает Но так вот По игре Видно что все таки Они готовились Правильно Ну понятно Что все готовились Но они прям вот Ну боевые Да там все готовились Просто у Кьюпат Еще и стиль такой Вот этот вот Ну сейчас он Не совсем виден Но у них вот Именно если они Как-то мне кажется И могут выиграть То какие-то безумные Врывы Но это все конечно Работает в маленьком Поценте Знаешь а мне кажется Там команда Синксинк плюс 4 Они все Играют на него Может быть Играют с четвером Отдельно от него Он фармит Фармит И вот когда дают Это делать Когда получается У них там что-то Иногда изредка Выходит Но проблема в том Что сейчас все уже Умеют против такого В стиле играть И не дают Так просто ходить Прикпушить лайны На кэре И фармить Легко Тут вообще конечно Аналитика была Немного бесполезна Учитывая Так Синга наверное Покарают Профит ушел Слишком большое преимущество Сатаник Ну вот так вот Гирокоптер посмотрел Что Зачем мне БКБ Если я вообще Даже Ну ни одного Стана Нюка И никакого урона Не получаю Купил сатаник И с этим сатаником Ну купил бы Башер что ли Тогда Не сатаник Это хороший артефакт Его в принципе Станов там Не так много Там по сути дела Два стана И хекс То что он Поймает все три И умрет Ну вероятность Есть конечно Но вот именно Всеми тремя Попасть в него Будет не так просто Учитывая Активность Демона И бамбу А с сатаником Если его там Немножко продамажит Или одним станом Зацепит Ну просто одна кнопка И он фул хп И никто ему Ничем не собьет Столько хп Сколько он отхилится С мкб Плюс с сатаника Да понятное дело Да нет Тут вообще уже Что угодно Можно было собирать Это я говорю Это егэ Попаиваются Они давно Могли закончить игру Ну то есть Они прям Не правильно Все правильно Вспомни просто Игру Абсолют Леджендс И Рокскиз Рокскиз Не побаивались Дали там Чуть-чуть почувствовать Уверенность Абсолют Леджендс И во второй игре Все было уже Чуть посложнее Ну да И Рокс Сделали хорошие выводы Интересно Гирокоптер Все время кидает ульту На отступление Чтобы никто не побежал Там не попытался догнать В итоге Эту ульту на отступление Джей Рексу Снесла пол хп Вообще А ему вообще Ну пофигу Потому что Он тоже Основной свой дамаг Наносит не с ульты Он с руки бьет И так что Ну откинул Откинул Плюс там КД не такой большой Он уже 20 секунд Сейчас у него будет Новая ульта Че ее жалеть Думают Как бы им напасть Получить Ну смита Самое грамотное решение Тут ни с антре Ничего нет У него ордов Вот направо Только не надо Хотят Вышку Хотят немножечко Так поразводить Пока нету Рошана Появится Рошана Они уже пойдут В лоб атаковать А без Рошана Вейл кстати У них Вот правильно Магнус Ловит хекс Ответный хекс Демона Магнусу нужно что-то делать Демона убьет Демона убивают Ну джиггернаут Боже Какой урон Отличный стан От Магнусу Светку Да Вот вам и бис Вот вам и Ну о чем я и говорила Что там как бы Можно не бояться Этого Я хочу обратить внимание На хп гирокоптера И на кулдаун Сатаника Он не включал Сатаник У него просто 100% хп Ну да Ему и так норм О чем я и говорила Что даже Ну просто нужно Кому-то пойти Как мужику И ворваться Вот демон Ворвался Умер Естественно На это все дело Будет прыгнуть Магнус Ну естественно Если у тебя не дебил Рубик в команде А у него уже Даггер давно Он сворует РП Нет там Магнус смог бы Немножечко пострять Но по-моему После того как Он скастовал РП То ли ракета прилетела Но его что-то подстанило Он не смог вообще ничего Не волну дать И там у Рубика Достаточно времени Близ сделал все очень быстро И тут же С даггера запрыгнул Отстанялся в ответку Шикарная игра Шансов 0 А в Карапас скорее всего Я думаю А точно Точно Это Фир Красава Да Да действительно Что может застанеть Кроме как Карапас Это на самом деле Ну это весьма Легкая комбинация В плане вот Мюкс и Рубик В плане ворования И чего-либо Мы даже Вот я и в Виртуз Про Женском составе Когда играл Мы так делали Вот видишь Ты какого-нибудь Не знаю Тайда Или ну кого угодно Сауе с пылом Ты бежишь Если ты видишь Что на тебя прям бегут Вот кастики Вот ты за полсекунды Там за одну десятую секунду Ты успеешь среагировать Нажать Карапас А Рубик после этого Соответственно Успеет украсть Так что это Ну не так сложно Сделать Тут Фир уже был В экшене Он там просто Я думаю Даже не думал А РП Включил этот Карапас Потому что нужно было Включать Ну и Магнус как раз Магнус-то тоже Все правильно Он же не может дать волну Сбить Карапас Потом влетать У него и даггер собьется Ему и перекастоваться нужно Короче для вообще Вот кому я не позавидую В этой игре Так это Селекту Ну что у него сейчас БКБ И сейчас будет Финальная драка на Рошане Если ее выиграют Кьюпад Это будет Хороший шанс Для них вернуться в игру Но Если они стоять Дальше так останутся То у них там Т4 вышки А не ну фуловые Ну там Брофит Начинают убивать А здесь всю Вообще все Спалил абсолютно Фир влетает Боже что творит Тут же влетает на Селект И Селект не успевает Нажать БКБ Нажимает БКБ Хороший РП А он опять Сосилил Он опять Сосилил И Фир сейчас Заходит До свидания Да ГГ В общем то Такая игра В одну калитку Да уж Я Жду Надеюсь Это была игра На Америке И поэтому В такую Одну калитку Во второй игре Мы что-то увидим Просто если эта игра Была на Европе Это просто можно Уже вешать коньки На гвоздь Да Да Ну хотя ты знаешь Наши помнят тоже С кем они там играли В щи выиграли На Америке И в щи проиграли На Европе Что-то такое было там Ну всякое бывает Как пойдет Сегодня вот Эта вторая пара Иксюр Или лузера еще будут играть Венера В просто раз Ой Венера Венера Да Венера Так ну ладно Пока небольшие перерывчики Я отойду И скоро вернусь Тебя Давай Слышишь На шамане Нам поинтереснее А то такое Такое не очень Не я болею за ЕГ Нормально На самом деле Я тоже болею за ЕГ Но просто что-то скучненько Все равно Интереснее будет В финале Венеров Где Будут Маус И ЕГ Играть Вот там будет действительно Интересно Посмотреть как Муза Сцепится С их вот этой вот игрой Которой они обыграли Айсика Против ЕГ Ну это такое Прогноз считайте Ладно Я пока На 2 минуты Отлично Закончилась игра Ну вот собственно говоря Джиё Гирокоптер Без БКБ Скажи ему Хоть что-нибудь 11.06 В этой ситуации Опять же Грамотно По той игре Которая была Не стал покупать БКБ Тут все действительно Делали демон И джиггернаут Вдвоем Они в общем-то Заставляли